У нас сегодня в гостях Тамара Васильевна Белых, главный редактор журнала, науколечно-популярного журнала «Страна знань» и на украинском журнале «Краина знань». Она сегодня хотела немножко сказать о своем журнале, который только что вот вышло, два новых номера. Выбор науки начинается, выбор пути в науку начинается со школьной скампины. И все наше поколение ученых выросло на научно-популярных журналах, которые в советское время издавалось очень много. Сейчас у нас почти единственный в стране научно-популярный журнал для юношеского «Страна знаний» и на украинском языке «Краина». Причем самое главное, чем я горжусь, что этот журнал создают ученые. Те, кто знают свою науку, любят и хотят, чтобы эту науку знали и любили школьники. С 27 мая мы будем праздновать 10 лет с выхода журнала «Краина знаний» и 5 лет, как выходит на русском языке «Страна знаний». Поэтому, кто услышит это с 27 мая, мы приглашаем на родительские факультеты Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко. Журнал охватывает все области науки. У нас рубрики по математике, по физике, по химии, по биологии, история техники, история науки, личность науки. Где-то 32 рубрики. И еще раз акцентирую, что эти статьи пишут ученые, которые хорошо знают свой предмет и хотят, чтобы вы тоже знали. Мне бы очень хотелось, чтобы родители обратили внимание на эти журналы. Потому что увлечь ребенка наукой – это избавить его от многих проблем, которые насаждают улица, телевидение. И не надо прятаться за тем, что вот интернет, дети сейчас в интернете сидят. В интернете надо уметь, что искать. И в интернете очень много, ну не зря ее называют паутины. Поэтому, если вы знаете цель нашего журнала – увлечь ребенка. И когда он увлечется каким-то предметом, какой-то книгой, он уже будет конкретно знать, что искать в интернете. Замечательно. Дякую вам за ваше выступление. И до следующих встреч. Звоните и читайте журнал «Краинознание страна». И подписывайтесь на журнал. Подписывайтесь, да. И ищите в библиотеках. Библиотеки сейчас очень плохо финансируются. И они причем-то выписывают развлекательную литературу, но не выписывают научно-популярную. И это зависит от вас. Что требовать в библиотеках, публичных и школьных, что они должны выписывать нашему юному коллективу. Спасибо. Спасибо.